Привет, меня зовут Данил Новиков. Я расскажу, как мусорка помогла нам разоблачить полковника полиции, который украл у вас миллион рублей. И даже особо этого не скрывает. Но не просто потому, что МВД обнаглело, это случилось уже давно, а потому что оно ужасно деградировало. Докажу это в три шага. Ставьте лайк, будет интересно. Сначала давайте вспомним, что мы вообще знаем про Министерство внутренних дел. Кому-то повезло получить от них помощь, кто-то знаком с ним по вымогательству на дорогах, кто-то по винтажу на митингах, а кто-то впервые встретился с гопниками из Центра противодействия экстремизму, которые перед выборами ходили по квартирам и запугивали наших сторонников. Чаще всего, когда человек в России видит впереди полицейского, ему хочется перейти на другую сторону дороги, даже если он не политический активист. По статистике в России в 2,5 раза больше полицейских на 100 тысяч граждан, чем в США. Всего сотрудников МВД у нас больше 800 тысяч человек. Количество в качество, правда, не конвертируется. Конечно, Министерство позаботилось и о местах для отдыха для такой громадной структуры. Для некоторых станет открытием, но мы с вами содержим 31 санаторий для полиции. Самый интересный и важный для нас сегодня находится в Крыму и называется Буревестник. 500 метров от моря, собственный пляж 3,5 тысячи квадратных метров, пейзажи Евпатории и удобная кормушка для руководителя. Знакомьтесь, эта женщина слева – нагаяц Оксана Александровна. Она – аж целый полковник полиции и начальник нашего буревестника. А еще она усвоила самое главное правило старших товарищей – никогда ничего не держи на свое имя. По нашим данным, сама полковник Оксана не богаче церковной крысы. Ни машин, ни домов лично за ней не числится. Прописана она в хрущевке, расположенной еще ближе от моря, чем ее санаторий. Двушка там стоит 7 миллионов, а до моря ей идти всего 250 метров. Биография полковника до боли проста – родилась и жила в Крымской Евпатории, а спустя полгода после присоединения полуострова становится большим начальником уже в Евпатории Российской. Как у почетного передовика производства, имя Оксаны Нагаяц есть на доске почета города наряду с приемной семьей, которая воспитывает 10 детей. А еще она стала лучшим руководителем здравницы по итогам Всероссийского форума «Здравница-2021». Чтобы не посрамить это звание, Нагаяц решила обеспечить санаторий скамейками, урнами и беседками. Поэтому в один прекрасный день она устраивает аукцион на сайте госзакупок. Умница, хороший руководитель, заботится о комфорте гостей буревестника. И мы бы не записывали это видео, если бы здесь не было большого и жирного «но». В начале ролика я обещал вам за три шага показать, как деградировала система МВД, что там даже свои воровские делишки нормально скрыть не могут, и как выглядит та самая мусорка, которую выдала полковника Нагаяц. Шаг первый. Заходим на сайт госзакупок, ищем эти прекрасные скамеечки, урны и беседки. Начальная цена почти 3 миллиона. Не дурно, но для справедливости добавим, что впоследствии цена была снижена победителем на аукционе аж на царский 1%. Шаг второй. Копаем поглубже и заходим в аукционную документацию. Листаем до технического задания с характеристиками товаров и видим красивые фотографии. Так должны выглядеть заказанные полковником Оксаной Нагаяц вещи. Одна мусорка, вторая, третья, а вот и та, что нам помогла. Мне в глаза бросился водяной знак с названием магазина Хоббика. Шаг третий. Сравниваем цены на конкретные товары с сайта магазина и из контракта. Скамейка для детских площадок, которую покупает МВДшный санаторий за 40,5 тысяч рублей, с такими же характеристиками на сайте стоит 25,5. Таких скамеек Нагаяц хочет 4 штуки, поэтому общая разница больше 60 тысяч рублей. Урну на столбике наш буревестник заказывает за 16,5 тысяч, а в Хоббике она стоит почти 10,5. В контракте этих урн 15 штук, поэтому общая разница в ценах больше 90 тысяч рублей. Давайте сравним цены на перголу. Это такой навес. Мы с вами отдадим за нее 114,5 тысяч рублей для санатория МВД, а в магазине ее можно купить за 72,5. Здесь куда-то пропали 42 тысячи. Но самый мощный кусок Нагаяц отхватила на беседке атмосфера с монолитным поликарбонатом Палисандр. Каждая из двух в закупке обошлась больше, чем в полмиллиона. На сайте магазина Хоббика на 150 тысяч дешевле. А если пойти интернет, то ее можно запросто купить и за 200 с небольшим тысяч. Итого, на одних беседках атмосфера была украдена более полумиллиона рублей. И особенно сейчас я жду в комментариях свое любимое. Вы не учитываете доставку, сравнивая с магазинами. Ну как вам, две цены за доставку нормально? Такое завышение цены на все. Суммарно санаторий слил в неизвестность, и скорее всего в кошелек управляющей санаторией Оксаны Нагаяц больше миллиона рублей. И это только один санаторий. И это только одна закупка. Какой же надо быть глупой лентяйкой, чтобы не проконтролировать минимальную чистоту схемы для себя любимой. Не пробежаться глазами по фотографиям. Не потребовать перегрузить безводяного знака и название магазина. Иронично еще и то, что в качестве контактного лица в этой закупке указан Алексей Нерушак. Это заместитель по хозвопросам нашей Оксаны Нагаяц. И в прошлом, ну а может и в настоящем, председатель комиссии по вопросам коррупционной направленности в том же санатории. Сложно представить настоящие масштабы коррупции на каждом уровне, потому что они воруют на всем. От томографа в больницах до детской урны осьминог. И правда в том, что они никогда не наворуются. Нагаяц украла миллион, ее начальник Владимир Колокольцев два миллиарда, а Владимир Путин сто. Из-за того, что нас обдирают наши же наемные работники, которым мы платим зарплату налогами, можно испытывать злость и обиду. Но из-за того, что это делают такие глупые люди, как Нагаяц, становится еще и противно. Чтобы максимально сократить уровень коррупции в России, нужны глобальные реформы всех ветвей власти, всех ведомств. И это невозможно, пока у власти сидят единороссы. Невозможно, пока у вас есть соседи, родственники, коллеги или друзья, которые думают, что у нас все хорошо. Информация сейчас – наше главное оружие. Дайте шанс своим близким узнать правду и скорее избавиться от тех, кто каждый день делает нас беднее. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в соцсетях или просто перескажите сюжет ролика маме или бабушке за чашкой чая. Свобода, Алексея Навальному. Пока.